так итак опять снимаем очередной обзор я прекрасно понимаю что что их у нас второй это подряд новая машина выходит и сегодня вышел у нас обновленный prada но новый или кто-то говорит рестайлинг давайте сначала внешне посмотрим значит на машину основные внешние изменения вот это вот эти вот надписи естественно фары у нас другие передний бампер капот тоже поменялся хотя визуально это не слишком заметно но и от немножко очертания поменялись то есть профиль остался неизменным вот насчет фар машина стала помните я говорю когда у нас более агрессивные у нас в тренде всегда вид то есть машина стала более агрессивна эта машина практически максимальной комплектации в 6 290 лошадей бензин то есть сзади у нас появилась новая оптика то есть да все прекрасно видите изменилась так и так называемая сабля то есть надписи land cruiser везде то есть предыдущая сабля такая п-образная то есть поменялась немножечко да то есть нас land cruiser право задний бампер остался без изменений здесь пороги конечно в салоне теперь у всех черный низ пластик черный вот раньше он был такого сероватого цвета и велюр черный велюр везде абсолютно то есть это касается и салона и багажника по салону таких серьезно каких-нибудь изменений естественно нет то есть на более дешевых комплектациях здесь кожа изменилась обивка сидений вот материал стал более как бы такой приятный на ощупь ну вот в принципе назвать это рестайлингом ну сложно сказать то есть ну да это рестайлинг но это не новая машина потому что с точки зрения техники машина осталась практически без изменений да то есть вот давайте посмотрим по салону что у нас заводим баранку нас автоматически положение land cruiser у нас свете обозначение нового стиля такого с новыми фарами ну то есть тут понятно все то есть я уже вкратце делал обзор land cruiser то есть естественно здесь у нас спидометр тахометр вот рычаг кпп ds это ручной режим кстати знаете как тут все качественно сделано действительно на ощупь приятно как-то без громыхания ходит рычаг ручки 4 стеклоподъемники в базе кстати добавили магнитолу то есть в старте у нас уже есть есть уже сенсорная магнитола такая как здесь здесь надо настраивать радио климат-контроль двойной уже здесь у нас блокировок блокировка центральная задняя это кровь это как бы имитация такого движения на бездорожье с подтормаживанием колес но на самом деле она более актуальна для американских рынка рынка там для америки для сухих покрытий для каменистых здесь у нас просто надо отключать есть пи газ фолда со всеми блокировками все так монументально добавил изделия в бомж комплектациях черный лак добавился вот в принципе немножко тумбочку вот эту вот подвинули чуть-чуть бардачок ну ощущение такого как молоток такой хорошо сбитый автомобиль знаете ручки такие массивные здесь вот в принципе давайте сядем попробуем сам за собой сесть ну тут действительно достаточно все таки несмотря на то что автомобиль полный рамный то есть у нас не интегрированная рама старая добрая то есть рама потом через такие резиновые крепления уже крепится кузов то есть но место все равно есть не ярко выраженный центральный тоннель подлокотник такой я подстаканниками конечно же тест-драйв то есть я сделаю чуть позже и сейчас можно было сделать и драть но я жду по такой дороге ездить не очень приятно тем более что даже птс не пришла вот будем делать полноценный внедорожный тест-драйв данного автомобиля на специальной трассе поэтому ждем пока выйдет официальная как так называемая версия для тест-драйва специально открываем багажник то есть боковая ручка здесь у нас топ и опять же такая раз откидная дверь заблокировалась прошла сна поджира я не мог найти но она подкрылась и все она теперь не будет никак отходить значит в багажнике все тоже самое черный велюр теперь все в черных тонах полка вот складываем сиденье и это у нас там заваливается и абсолютно ровный пол образуется и здесь на полку убираем и тот складывается аналогично ну машина конечно для последней из магичан то есть да это последний рамный внедорожник я так думаю их с каждым разом все будет оставаться все меньше и меньше потому что люди все таки уже сейчас и кроссоверы начали ставить интегрированную раму все таки есть старая школа мужчин которые предпочитают вот классические рамные внедорожники такие как land cruiser и пока на них есть спрос по цвету естественно это белый еще добавился черный металлик то есть раньше был черный лак сейчас добавился черный металлик но здесь вот новых нет в этом цвете но он уже доступен естественно фарах мы видим диоды новые все в принципе это был краткий обзор нового в кавычках land cruiser а подписывайтесь ставьте лайки я знаю я не сам любитель обзоров но ждать долго надо было до тест-драйвов и поэтому пока снял вот такое коротенькое видео видео